и всем привет друзья я компьютерщик игра глаз и сегодня мы с вами поставим вместе linux расскажу как ставить linux на виртуалку то что я все равно это нужно сделать и в общем решил поделиться и так вам нужно скачать программ virtual box ну вообще в целом linux как бы вы не ставили можно поставить не взять на виртуалку он везде ставится примерно одинаково да суем там диск или флешку загрузочную или вот если у вас виртуалка создаем новый дистрибутив я сейчас ставлю у меня много всяких linux мне нужно поставить их для тестирования своей игры вот поэтому вот мы делаем называем лабунта ее ну давайте лабунту это симпатичнее все-таки звучит linux тут выбираем соответственно наш тип дистрибутива еще очень просто всегда все ставится времена когда linux было сложно поставить они давным давно ушли рекомендуем на объем но я поставлю больше два раза 2 2 гига нормально для виртуалки я вообще тестовая такая значит новый диск мы создаем да и есть разные есть динамический диск который в процессе растягивается насколько я помню это она самая да или обычную чем мы обычный выбираем да это она а нет это вот тут вот это вот что-то другое тип диска формат понятно вот это формат для виртуал бокса в ком формате будет вот этот вот файлик в котором будет храниться виртуалк ну убираем самый дефолтный и динамический фиксированный динамический место сохранения вот ну что не вот так вот мы вот так будет наш наш образ жмем создать вот мы с вами сделали собственно нашу виртуальную машину теперь что нужно сделать или нужно туда на нее в привод ей засунуть наш диск для этого мы дать пробую запустить и потом уже посмотрим что нам скажет как а вот выберите виртуальный оптический диск вот мы выбираем виртуальный наш оптический диск который я уже заранее скачал дистрибутив вот он лабунта у меня и вот с него он будет сейчас загружаться и ставится моете как быстро все работает вообще офигеть английский конечно да можно стартовать ubuntu ну да окей стартуем все правильно мне надо установить просто тут есть способ ее как бы демонстративно запустить чтобы без установки интернете там посидеть загрузил собственно вот у нас в принципе уже можно работать но это мы ничего не установили нас вот это лабунта это мы загрузились вот с этого диска установочного чтобы установить ее нам нужно вот тут соответственно нажать жмякнуть и начать установку кстати я вот первый раз такое вижу ну то что я старые kit linux устанавливал чтобы чтобы что-то установить нужно будет зайти непосредственно операционную систему уже в на вот этом вот гостевом диске так английский язык можно пожалуйста нам дать britain english пойдет кнопчик на донат даже есть но вообще хорошо локация подойдет английский язык пусть будет английский язык потом поставим русский всегда это просто сделать а партишнинг но партишнинг нам не нужен никакой партишнинг на самом деле можно конечно сделать какие-то разделы на диски но так как я делаю диск метод исключительно тестовая такая операционная система где это буду тестировать build своей игры меня это не актуально поэтому просто мы устанавливаем ее прям так в бок хотя конечно если вы собственно мы планируете работать то рекомендую сделать там разделы все такое разбить как положено так ну из на там пусть будет игра глаз и пароль хитрым и пароль так пароль я вбил свой ну и вот он спрашивает все ли в порядке я говорю все в порядке давай инсталируй нажимаем кнопочку и ждем как он все разбивает дик на разделу и из заполняет копирует файлы идет установочка и так вот она докопировала все и просто рестарте перегружаем систему сейчас уже загрузится готовый linux ура в процессе загрузки у нас тут появилась такая коварная надпись непонятная пожалуйста вытащите инсталляционный медиум что за медиум я посмотрел таки погуглил даже медиум это не имеют ввиду диск с которого мы инсталируем ваш образ нужно достать образ из привода это конечно совершенно по дурацки что они назвали в медиум за 25 лет первой жизни вижу такое название врача нужно делать нужно выключить машину потому что на ходу нельзя ничего вытащить поэтому просто нажимаем крестик выключить машину ok заходим в настройки в настройках носители и по идее его тут должен быть этот диск но его нет почему-то да видимо уже как-то вытащился я не знаю вытащен чудно это окей просто запускаем машину и по идее она должна работать то есть если диска там нет значит все должно работать да все загрузилось вот можно уже ввести наш очень хитрый супер пароль и соответственно все работает видя пароль мы попадаем систему и все установка завершена теперь нам нужно установить гостевые решения что это такое это в общем такая надстройка на вашу лабунту который если вы в виртуальной машине работаете она позволит вам собственно пользоваться многими фишками связанными с изменением интерфейса взаимодействие без гостевой и вашим домашним компьютером как установить эти гостевые решения для начала вам нужно подключить образ диска гостевой тут в общем устройство подключить образ диска дополнение гостевой операционной системы жмете сюда я уже подключил теперь открываем терминал alt control t и мы для начала должны все обновить говорим сюда от get update вводим наш секретный пароль и вот он скачать всякие большое количество всяких апдейтов качает качает мы ждем когда он докачает так теперь нам нужно поставить gcc компилятор вот у меня не было видно сначала до слишком маленькое окошечко поэтому что я сделал я уменьшил его и вот во все помещается он будет готовы ли мы поставить gcc дамы готовы поставить ну вот пока он ставит просто чисто для справки что такое gcc это набор компиляторов самых разных языков программирования которые позволят вам собственно на вашу систему на ваш линус устанавливать все что угодно то что без ли длину спасут это такая система которая работает от компилятора вот все компилируете из исходных кодов когда устанавливаете это на самом деле очень круто в общем заходим в мой компьютер и тут вот этот virtual box гостевые решения они тут уже в папочке есть да нам соответственно нужно их просто взять и перетащить и запустить от администратора вот находим файл virtual box linux additions ран перетаскиваем просто в терминал удобно сделали с перетаскиванием и запускаем вот имени администратора судоши вводим во и вот он его устанавливает вот так это нужно сделать после того как у нас все закончилось теперь нам нужно это все перезагрузить давно нужно вот так на над сделать как большой вот и все мы построили с вами гостевые решения теперь можно поменять решение экрана и вообще все зачем нужны эти гостевые решения во первых у вас будет общий буфер обмена вы сможете автоматически подстраивать разрешение экрана много всяких штук типа drag and drop поддержка 3d дополнительно общем без вот этих вот замечательных гостевых решений работать в виртуальной машине просто невозможно так значит теперь мы можем вообще очень удобно делать вот такую штуку например хоп и у нас все подстраивается под нужное решение потому что без гостевых решений очень плохо все ну теперь собственно мы можем сделать такие крутые штуки как включить общий буфер обмена где-то делается в устройство общий буфер обмена можно двунаправленный это раз на функцию drag and drop а можем сделать общие папки настроить так дальше вот эти гостевые решения они очень сильно помогают мы например можем взять и скопировать нашу картиночку да вот с обычной машины а вот сюда ну что друзья надеюсь это видео вам помогло настроить вашу виртуал очку с линуксом subuntu а я щас буду вторую же ставить систему то что мне нужно несколько линуксов поставить сейчас чтобы проверять свои билды своей игры до новых встреч буду ждать ваши комментарии напишите какими дистрибутивами линукс вы пользуетесь вообще давно вы перешли на линукс или планируете или что вообще делаете буду ждать ваших комментов пока